А вы в курсе, что сочинские студенты и школьники могут получить по 100 тысяч рублей на реализацию своих бизнес-проектов? В городе стартовал акселератор «Открой свое дело». Цель программы – помочь юным предпринимателям заработать свои первые деньги. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы говорим на темы, которые так или иначе затрагивают интересы всех жителей Сочи и Краснодарского края. Ну и сегодня тема нашей программы «Акселератор. Открой свое дело». Программа реализуется в рамках национального проекта «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», а также при поддержке Краевого фонда развития бизнеса. А еще проект поддержали администрация Краснодарского края, города Сочи и Сочинский госуниверситет. Программа стартовала в городе 25 ноября. В зале десятки школьников и студентов. Все они – участники «Акселератора. Открой свое дело». Это программа поддержки стартапов. Ее цель – реально помочь юным предпринимателям открыть свой бизнес, зарегистрировать ИП и начать зарабатывать. Эта программа реализуется в рамках национального проекта по поддержке и развитию предпринимательства, и мы реализуем ее совместно с Министерством экономического развития Краснодарского края. Бизнес-инкубатор Сочинского государственного университета сегодня и до 6 декабря проводит лекции для совсем юных предпринимателей. Это возраст 14-17 лет. Здесь школьники города Сочи и студенты университетского колледжа будут генерировать бизнес-идеи. Наша основная задача, чтобы по итогу нашей программы, нашего «Акселератора» школьники действительно поняли, как открыть свое дело, сделали первые шаги в направлении предпринимательства и зарегистрировали, возможно, свое ИП, начали работать и зарабатывать деньги. Предварительный отбор у нас, конечно же, был, но на самом деле мы столкнулись с такой проблемой, если можно так сказать. Не у каждого школьника еще есть действительно бизнес-идея, с которой он готов работать. Поэтому сегодняшняя лекция будет как раз посвящена тому, как придумать бизнес-идею, как найти ее вокруг себя. Ведь бизнес-идея – это проблема, которая волнует по-настоящему большое количество людей. И действительно люди должны быть готовыми заплатить деньги за удобный способ решения этой проблемы. Вот это суть бизнес-идеи. И сегодня на нашей лекции мы будем говорить как раз о том, как найти эту бизнес-идею, как понять, кто твоя целевая аудитория. И надеюсь, что сегодня у нас все ребята поделятся на команды и начнут работать над какой-то конкретно реализуемой бизнес-идеей. Еще немаловажно для такого юного поколения, для только начинающих предпринимателей. Это низкий порог входа. Мы постараемся сделать так, чтобы ребята могли начать свой бизнес со старта. Это от 50-100 тысяч рублей. Та сумма, которая более-менее подъемная, скажем так, для молодого человека. И, конечно, хочется, чтобы это было полезно именно для нашего города, для города Сочи, в рамках туристической индустрии, в рамках той деятельности, которая здесь у нас востребована, ведется. Поэтому будем направлять нашу молодежь на реализуемость проектов. Надеюсь, что все у них получится. На первой лекции ребятам рассказали, как сгенерировать бизнес-идею. Это концепция бизнеса, которая после, подкрепленная грамотным бизнес-планом, должна трансформироваться уже в действующую модель бизнеса. Сейчас мне бы хотелось узнать, кто из вас хочет стать предпринимателем. Так, а все остальные зачем пришли? Очень интересный вопрос. Ну, надеюсь, да, никто никого не заставлял, и пришли вы сюда действительно с той целью, чтобы начать свое дело. И, конечно же, хочется мне спросить у вас для того, чтобы открыть свой бизнес, начать свое дело, что для этого необходимо. Кто скажет? Вложение, так, еще. Здание. Так, что? Коллектив. Коллектив, сказали. Идея. Идея, идея, идея. Да, вот я в трех местах услышала. Конечно же, да, главное – это бизнес-идея. И, конечно, если у вас нет этой бизнес-идеи, то очевидно, что начать свое дело у вас не получится. Поэтому первое, с чего мы начнем, что мы постараемся сегодня сделать, это создание бизнес-идеи. Бизнес-идея строится на трех принципах. Первое – это проблема. Проблема, которая волнует большое количество людей. Вот есть какие-то проблемы, которые волнуют вас сегодня, вот студентов колледжа, школьников. Желательно, чтобы эта проблема волновала как можно большее количество людей. Ведь чем большее количество людей волнует эта проблема, это ваш рынок сбыта, это ваши потенциальные клиенты. Конечно же, люди должны быть готовы платить за то, что вы поможете им порешать эти проблемы. Вы должны придумать какой-то способ, который поможет им избавиться от этих проблем. Желательно, чтобы это был способ или менее дорогой, допустим, чем есть уже сейчас. Или какой-то оригинальный, какой-то клевый, не знаю, удобный способ решения проблем большого количества людей. Бизнес-идея должна быть реализуемой. То есть вы должны понимать, что здесь и сейчас решить проблему парковочных мест, таяние ледников в мировом океане, очистить от мусора какой-нибудь континент. Мы с вами здесь и сейчас не можем. У нас есть всего 18 часов, всего лишь 6 дней для того, чтобы создать эту идею. Поэтому я вас очень прошу, пожалуйста, оценивайте свои силы реально. Конечно, социальные проекты – это круто, но желательно, чтобы ваши идеи были реализуемы здесь и сейчас. Желательно, чтобы на вход вам не требовались большие деньги, либо если это большие деньги, то вы бы понимали, где их взять. Идея должна приносить вам моральное удовлетворение. Конечно же, заниматься бизнесом приходится 24 на 7, 24 часа и 7 дней в неделю. Бизнесмен, предприниматель думает о своем бизнесе, о своем деле. Участникам «Акселератора» предложили и те области, перспективные сегодня направления, в которых может быть построен бизнес. Например, сельское хозяйство, агро- или экотуризм, путешествия, раздельный сбор мусора. Впрочем, в полете фантазии участников не ограничили. Сейчас я задумала идею, чтобы поливать цветы, так как у нас тропический город, у нас очень много деревьев, растений, цветов. И я заметила, что поливка цветов очень неэкономно проводится в городе, а под большим напором поливают цветы, и тем их уничтожают. И приходится каждый год менять посадку. И я решила, что можно вместо баннеров, которые просто пустые стоят, рекламные баннеры, там ставить огромные баки с водой, и потом под напором они будут выстреливать воду вверх, и так они экономно будут поливать. И только машина будет заправлять эти баки, и каждый вечер они будут поливать цветы. Скажи, пожалуйста, где-то уже в каких-то городах или странах есть подобные разработки? Если честно, я не заметила, что такая идея присутствует в интернете. Да, я слышала, что во многих странах более экономично тратят воду на полив цветов, ухаживанием за городом. Но подобные планы бизнеса я не видела нигде, чтобы зарабатывать на этом деньги. Так как можно ставить баннеры на этих баках, и люди могут проезжать, так как это будут огромные баки для полива, реклама будет на них присутствовать. И это будет приносить деньги, я думаю. Скажи, пожалуйста, а с точки зрения инженерной уже как-то все это просчитывалось? Как будут крепиться эти баки и все остальное? Вообще можно и более красиво их прятать под землей, но так как у нас очень много присутствует рекламных баннеров, думаю, то, что более практично будет, если на них ставить эти баки и приклеивать рекламу именно на них. Так как гораздо это будет дешевле и для города, так как они каждый раз тратят очень много денег на пересадку цветов и посеив новых цветов и газона, это очень много затратов городу приносит. Поэтому мы считаем, что этот бизнес будет продуктивен и полезен для города тоже. Ну а некоторые уже приходили на акселератор с готовым бизнесом. Я уже занимаюсь производством силиконовых шторм на протяжении двух лет. Это такие завесы, которые вешаются, как правило, в магазины, также в рефрижераторы и в холодильные камеры, чтобы сохранять тепло либо холод. Также занимаюсь, так скажем, розничной продажей москитных сеток, жалюзей и натяжных потолков. Кто вам помог в реализации этих бизнес-идей? Вы обратились там в бизнес-инкубаторы? Нет, изначально я начинал все сам. То есть нашел людей, которые занимаются производством изначально пленки, то есть поставщиков, которые сами производят комплектующие. Начал закупку. Первые деньги я заработал, так сказать, раздавая визитки. Вот, на этом по чуть-чуть, по чуть-чуть. Первые мои инвестиции, это были 15 тысяч рублей, которые я заработал залито. Вот, потом я купил машину, также на офишину сдавать ее в аренду. Вот, ну, тот бизнес провалился. Расскажите подробнее о ваших этих силиконовых шторах. Может быть, сколько магазинов сегодня уже пользуются ими? Самого материала было продано более километра. Вот, это порядка, скажем, 80 магазинов по городу Сочи и также в других регионах. Порой звонят с Москвы, но туда отправка не очень рентабельна для самого покупателя, поэтому работаем по краю, вот. Но у вас уже есть готовый бизнес. Тогда что вы сделаете здесь, на лекциях, в бизнес-инкубаторе? Зачем вам это? Я пришел сюда, чтобы найти единомышленников, потому что в моем окружении мне никак не везет найти человека, который также был заинтересован бы в создании бизнеса и в реализации самой работы его и зарабатывания денег. Все хотят все это делать по шелчку пальца, но это не так. Какой бы вы совет дали тем, вот, кто хочет только начать свой бизнес, у кого какая-то есть идея, какой лучше всего путь выбрать по-вашему? Я думаю, лучше выбрать путь того, чтобы заработать некий стартовый капитал, имея идею, то есть уже придумать какую-либо идею и уже на нее собирать деньги, копить. То есть тогда у тебя больше возможностей. А так, где есть деньги, ты их сразу тратишь. Это неправильно. Надо собирать какую-то копеечку и потом уже во что-нибудь вкладываться. После лекции юные предприниматели разделились на команды и уже внутри небольших коллективов пытались найти интересную идею для бизнеса, просчитать все плюсы и минусы. У нас есть идея по разработке приложения для студентов и школьников, чтобы им было легче находить нужную информацию и не тратить много времени на это. Мы хотим создать пространство, в котором школьники, студенты могли бы собираться и отдыхать вместе, потому что в Сочи таких мест крайне мало. Ну, пока, конечно, еще все в разработке, но мы думаем, у нас получится создать что-то оригинальное. У нас родилась прекрасная идея. Мы хотим, поскольку в Сочи большая проблема с общественными туалетами, людям попросту некуда сходить в туалет, мы решили создать бизнес-идею по общественным туалетам в стиле модерн. Они могут быть в дизайне, как мы придумали, вот, к примеру, банка Кока-Колы, или, ну, размещать на нее какую-то рекламу. И вот сейчас считаем прибыль, расходы, доходы, все подсчитываем. Вот такая у нас бизнес-идея. А мы не хотим пока что разглашать нашу тайну, поэтому это только секрет. Идеи мы другом начнем. На химии думаем. Много идей мы думаем на химии. У нас есть 8 идей уже. Мы несколько вам скажем. Мы в основном ходим в сфере туризма и путешествия, развлекательное и экстремальное. Второе – это анти-кафе плюс компьютерный центр. Третье – просто кафе. Четвертое – волонтерство. Но оно как бы не даст никакой прибыли, так что мы его… Ну, это как от чистого сердца, считай. Развлекательный центр для маленьких детей. От одного года до четырех. Интернет-багазин «Одежда». И организация мероприятий, то есть свадьбу, день рождения и тренадцать. Еще у нас есть идея сюрприз-бокса. Это сайт, на котором ты заказываешь коробку, чего ты там сказала, до стилю сеть. Но тот, кто заказал, он не знает, что он заказывает. Сюрприз. Это распространено за границей просто. Поэтому решили попробовать. И сейчас плюсы, минусы, угрозы, возможности определяем. Так как мы заметили, большой спрос на умение говорить, развитие этого навыка. Сейчас работаем с всей командой. Знаем, как упаковать под английский язык, итальянский. И просто принести ценность для жителей города Сочи. Научить их выступать, не боясь на сцены. И просто лучше свои софт-скилз. У нас комплекс игровых серверов, как бы. То есть есть игры, в которых можно добавить свою модификацию. И как бы мы будем дорабатывать, ну, как сказать, игры, мультиплеерные, в которые можно будет зайти через, ну, как бы всем. И, короче, суть в чем. Они заходят, как бы там свой функционал, ну, как бы развлекаются, сопровождают свое время, как бы весело. Есть, но мы сделаем лучше. Идей у юных предпринимателей родилось большое количество. Теперь перед участниками стоит важная задача – выбрать ту одну, над которой они будут работать, в которую поверят и которая сможет в будущем принести реальные деньги. Занятия в рамках проекта «Открой свое дело» будут проходить до 6 декабря. Их проведут сертифицированные тренеры проекта «Мой бизнес» и действующие предприниматели города Сочи. Проводить вот эти лекции будет командой сертифицированных тренеров. Мы обучились в университете «Синергия» по программе «Мой бизнес». И мы имеем сертификаты, мы имеем компетенции для того, чтобы обучать и молодых людей, и действующих предпринимателей, и студентов. И, соответственно, лекции будут читать сертифицированные тренеры. То, что касается трекерского состава, трекер – это не тренер, это человек, который отвечает за трекшн, за движение вперед, за положительную динамику, чтобы все наши участники программы развивались положительно, двигались вперед к своей цели. Трекеры – это как раз мы провели такой отбор по городу. Это учителя-преподаватели колледжа, учителя-преподаватели Сочинского государственного университета. Это студенты старших курсов. И также, что особенно приятно, нас поддержали действующие предприниматели. Мы работаем и с «Афорой России», и в целом с предпринимательским сообществом города Сочи. И мне очень приятно, я очень выражаю благодарность тем людям, которые откликнулись на наш призыв, и кто готов сегодня прийти, поддержать молодое поколение, поделиться своим опытом, своими компетенциями. Надеюсь, что такая вот синергия – это даст положительный результат. Один из таких предпринимателей, который поддержал «Акселератор», это Евгений Царицанский. За его плечами богатый опыт ведения бизнеса. Есть успешные проекты и те, которые закончились ничем. И сегодня он рад поделиться своим опытом с теми, кто только встает на этот нелегкий, но очень интересный и перспективный путь. Я занимаюсь в последний год уже социальным предпринимательством. Я открыл в этом году школу Инстаграма. Сейчас я развелся еще один социальный проект. Это будет в городе Сочи. Это агрегатор социальных проектов для горожан, чтобы каждый желающий мог найти реализацию в социальном своем проекте по душе. Я занимаюсь бизнесом с 2012 года. И я заинтересовался этим проектом, потому что это грандиозно здоровский проект. Я сам прохожу обучение. Я учусь новым различным механикам ведения бизнеса. И я с радостью решил поделиться с ребятами этим механиком. Потому что когда я начинал в 2012 году, у меня за плечами 9 стартапов. 9 бизнесов, которые закрылись из-за того, что это все было методом проб и ошибок. Самостоятельно, без помощи. Потом уже пришли менторы. И начала налаживаться вся ситуация. Здесь есть у ребят возможность получить менторскую поддержку. И я здесь буду трекером. Человек, который сопровождает команды на пути реализации к их проекту. Это здорово. Это замечательная инициатива. Ребята сейчас очень талантливые. И очень важно, чтобы каждый ребенок смог реализовать свой талант. И сделать из этого еще для себя бизнес. Стать предпринимателем своего таланта. Во-первых, это огромная экономия времени. Это самый ценный ресурс, который у нас есть. Это время. Второе. Ментор делится знаниями, которые получил, опытом и шишками. То есть человек, который пользуется знаниями ментора, прислушивается к своему наставнику. Он экономит и время, и еще и энергию на различные неправильные действия. Поэтому очень важно, что, например, здесь ребята будут фокусироваться в нужном направлении. Будут вкладывать и время, и энергию на нужные именно действия, которые приведут их к результату. Это очень важно. И это будет эффективно. Целевая аудитория бизнес-акселератора – это школьники и студенты. Молодежь от 14 до 17 лет. Для них эта программа – не только возможность создать свой стартап-проект с нуля, но и уникальный шанс раскрыть собственные таланты. Это отличная возможность научиться ставить цели и добиваться их реализации, как самостоятельно, так и в команде. Ну и с помощью таких проектов его авторы помогают растить будущее поколение предпринимателей. Тех, от кого в том числе будет зависеть экономика нашего города, региона и страны. Возраст самый подходящий. Мы вот только что вернулись из нашей бизнес-экспедиции, где работали с такой же категорией участников. Это 14-17 лет. Потрясающие бизнес-идеи. Ребята на территории всего Краснодарского края. Мы объехали 44 города. Очень много услышали совершенно потрясающих, гениальных идей, которые актуальны для тех населенных пунктов, в которых ребята находятся, живут. И, конечно же, думать о первых шагах в бизнесе очень актуально именно в молодом возрасте, когда еще нет страха совершить какие-то ошибки. Ведь сейчас институты поддержки на самом деле и для молодежи очень много дают возможностей. Поэтому я уверена, что сделают первые шаги в бизнесе наши сегодняшние участники. Не рано, а уже время пришло. Тем более, ребят, мозг, вообще сознание открытое. То есть они открыты к идеям новым, они открыты к различным новым решениям, которые, например, моему поколению уже сложновато. То есть еще более взрослому поколению вообще недоступны. То есть ребятам, конечно, конечно, стоит начинать. Ребята, начинайте, пожалуйста, творите, созидайте, пробуйте. У вас всегда есть поддержка. Ребята, и государство нас поддерживает хорошо. Окружающие вас предприниматели тоже поддерживают. Просто творите, верьте себя, и мы в вас тоже поверим, и у вас все получится. В конце обучения участники программы «Открой свое дело» представят свои бизнес-проекты экспертному совету, в состав которого войдут инвесторы, бизнесмены, представители администрации города и края. Лучшие команды получат реальные деньги – по 100 тысяч рублей на развитие своего бизнеса. Будут профинансированы сразу три лучших проекта. Лучшие команды не только получат реальные деньги, но и станут резидентами бизнес-инкубатора СГУ. В этом году там прошли еще две акселерационные программы, участниками которых стали студенты и молодые предприниматели города Сочи. В рамках нацпроекта «МСП» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы командой бизнес-инкубатора реализовано более 60 мероприятий по всему краю. Их цель – рассказать о том, как стать предпринимателем и начать свое дело, а также о механизмах получения господдержки для начинающих бизнесменов. Охват – более 10 тысяч человек. Количество вовлеченных субъектов малого и среднего бизнеса – более 2 тысяч. Ну это все, о чем мы вам успели рассказать сегодня. А вы смотрели программу «В курсе»? Будьте в курсе всех событий, которыми сегодня живет город Сочи и Краснодарский край. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова